Сегодня в зале органной камерной музыки идут репетиции. Артисты готовятся к финальному концерту Международного фестиваля органной музыки. На закрытии фестиваля прозвучит концерт для органа, струнных или тавр французского композитора 20 века Франсиса Пуленко. На сцене музыканты Сочинского симфонического оркестра. Партию органа сыграет уже известный сочинской публике Лука Гаделия, обладатель собственного уникального исполнительского подхода. Его называют культурным брендом Республики Абхазия. Я уже не первый год участвую в этом замечательном фестивале. И надо сказать, что это был первый фестиваль, в котором я поучаствовал, еще будучи студентом Российской академии музыки имени Гнесина. Это действительно праздник музыки. Я сам стараюсь посещать все концерты фестиваля. Поэтому действительно замечательное событие для города. Кстати, нынешний 17-й фестиваль в этом году прошел не как обычно в июле. Все дело в том, что в этом году праздник органной музыки решили посвятить 30-летию сочинского органа, единственного на Черноморском побережье Кавказа. К нам приехали действительно известнейшие российские музыканты, заслуженные народные артисты России. На нашем органе в череде вот этих музыкальных поздравлений звучали такие программы, как бах, рок, джаз. В общем, публика с изумлением взирала на то, сколь широки возможности нашего органа. Позади пять концертов и Всероссийский органный форум, который прошел в дни фестиваля. Там Сочи подарили книгу органы России. На ее страницах есть и сочинский орган именинник. Его звучание в сочетании с сочинским симфоническим оркестром и вокалом Кристины Эшба из Абхазии можно будет услышать в финальном концерте органного фестиваля. В программе, помимо Пуленко, сочинения Баха, Вьерна, Видора и Пьерне. Галина Моисеева, Ольга Десятова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.